10 новых карт, 3 из которых являются частью обновления от сообщества, Tropic Crisis, новый кейс с аксессуарами, 4 насмешки, просто тонна фиксов самого разного добра и карт от сообщества и, мать моя женщина, 38 эффектов необычного типа. Не будем больше задерживаться, переходим к обзору первого обновления игры за последние годы, которое не было встречено ордами ботов. Итак, новые косметики, 23 штуки, да, жалко, рискинов не добавили, но зато у нас есть вот такой вот синенький, прекрасненький кейс, рано или поздно у них закончится цветовая палитра, по крайней мере я на это надеюсь. Эффектов просто ту и вахуча, что делать с ними я не знаю, как я буду это все показывать я тоже не знаю, поэтому не хочу к этому переходить, поэтому начнем с синьки в синем кейсе. Первая, Invisible Flame, невидимый огонек. Окей, это что-то напоминающее тренч-униформу, достаточно много уже аксессуаров на пира какой-то первой мировой тематики или вот этих вот тренч-окопов и так далее, поэтому лишним не будет, но не знаю, хотелось бы чего-то более оригинального. Ну а наконец, What Will, я же не знаю, как это читается, Wiser, я не знаю, почему названия такие дают предметам, это отсылка на MF Doom, поздравляю всех фанатов, реально очень интересно, это по-моему одно из первых такое в игре, когда делается отсылка на музыканта, на исполнителя, на легенду, извиняюсь. Здорово, я очень рад видеть и надеюсь, что именно этот предмет будет выпадать из кейсов мне лично очень много, потому что он стоит очень много сейчас. Следующая Commonwealth Commando, это чертовски похоже на капитана команды, поймите меня правильно, на такой берет, подозреваю, что на скаута только, может быть все классы, может быть только скаут, кажется, будет выглядеть интересно. И опять же, мы имеем летний кейс, а тематика какая-то неизвестная, военизированная, но я лично не против, пока что. Следующий The Aim Frame, я только сказал об этом и сразу же я вижу вот это, это какой-то сет уничтожителя, извините, на снайпера, я не знаю, какого я мнения об этом, учитывая сколько аксессуаров с этой вот дополнительной крутой линзой на глаз я видел уже на снайпера и, ну, наверное, да, я не знаю, что там за коробочка прикрепляется, наверное, аккумулятор какой-нибудь. Типа, я не испытываю ничего, глядя на этот предмет, таких уже достаточно в игре, как минимум парочку в голове точно вспомним. Следующее Watchmen's Wet Suit, мама родная, вот это, вот это уже да, на самом деле нет, на самом деле очень хороший, это сет спасателя на медика, я надеюсь, что сет, а не один предмет, не только торс. Опять же, я очень рад, что они вводят эти миск предметы, они очень разнообразят ваши сеты, вот тут я доволен, вот тут я очень не против такого. Далее, Brute Braces, какое-то чертовски похожее название, уже было что-то подобное, я не знаю, Heavy скорее всего, подтяжки на Heavy, такой гангстер стиль, или, не знаю, большой папочка на отдыхе, это не название чего-то, что я смотрел на днях, поэтому я не знаю, прикольно, наверное. Pathfinder следующее, выкрутились, выкрутились создатели предмета, типа, они понимают, что в летний кейс вводят какую-то военизированную тематику, и такие, окей, мы добавим вот эту Aloha Vibe на фон, и типа, сойдет. На самом деле, довольно забавно выглядит, учитывая, какой у нас солдат, ну, разгильдяй маленько. На самом деле, это продолжение всех этих гавайских рубашечек на классы, были уже на демо, были на скаута, были на Heavy даже и так далее, поэтому я не против. Darren Dell, это на инженера что-то, я не знаю, честно. Ну, окей, качественно выполнено, сразу скажу. И, возможно, на что-то отсылка, но не уверен, является ли это частью инженера, наверное, потому что они решили обыграть его очки защитные, как подгоночный шлем. Далее, Desk Engineer, нет, не говорите, что это отсылка на Dr. Love. Черт, было близко, но, 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 кстати, это суперклассный миск. Я не знаю, почему он мне так сильно сейчас понравился, возможно, из-за своей симплистики, какой-то минимализма, просто черный галстук, рубашечка и бейджик. Идеально, очень хороший, на удивление. Следующая, The Brand Loyalist. Это похоже на кепки Bugfinder, я поздреваю, они назывались, которые выдавали людям за нахождение багов в игре. Теперь они еще более бесполезны, чем были до этого. И я подозреваю, что у них куча-куча-куча стилей на все классы, отсылающие к там, не знаю, к скинам, как это бывает, или к классам самим. Я не против, как бы, но чего-то особенного, уникального в этом также нет. Извините. Первый наш претендент из фиолетового грейда, это Scorched Earth Stompers. Подозреваю, что все еще на пиро, часть вот этого сета. И на самом деле не сильно выбивается из общей гаммы, учитывая, что здесь новые ботинки, новые такие карго-штанишки. Окей, возможно, даже вот теперь я бы хотел этот сет, если есть что-то еще на голову, то прекрасно. Если нет, то Masked Loyalty будем использовать. Tanker Stop, уже название пугает меня на самом деле. Нет, нет, на самом деле. Знаете, Vibe? End of the Line, честно. Я не знаю почему, возможно, там была похожая лонгсливка. Это, опять же, такой типаж, который мне нравится аксессуаров. Они простые, они не вычурные, не глупые и имеют место быть в игре. Почему нет? Следующая Tropical Bream. Это, да, это все еще часть сета спасателя, наверное. Я сейчас уже не уверен в этом, но, тем не менее, на Медика такая панамка. Может быть, с несколькими стилями и очечки в комплекте. Слушайте, раньше, раньше вы могли только двумя аксессуарами такое сделать. Теперь же это все в одном слоте. А дальше на тело, на ноги одевай все, что хочешь. И, блин, это разнообразит то, как вы можете построить сет на Медика. Дальше. Crook's Cap. Ну, не смешите меня, пожалуйста. Такая же ровно кепка была. Я даже помню, что выбивал ее с Scorching Flames. Будет гиперзабавно, если я снова это сделаю. Но я не знаю, а зачем? Опять же, какие-то острые козырьки, тема. Но, возможно, на все классы. Возможно, только на Хэви. Если только на Хэви, то вообще смысла ее я и не вижу. Но, окей, слишком много прям похожих аксессуаров. Justice Jones. Это все еще солдат, я подозреваю. Часть сета. Такой вот немного сет дурачка военного. Я не знаю, как это еще назвать. Такое ощущение, что чел только в какой-то кампус-лагерь поступил. И вот еще не понимает, как что происходит. Наш солдат, что в целом ему подходит. Следующая Sneaky Blinder. Опять что-то с острыми козырьками. Я точно правильно это увидел. Sneaky Blinder. И все нормально. В воркшопе ровно миллион и два косметика, которые достойны того, чтобы быть в игре. А вы вводите два одинаковых, которые уже похожи на то, что было. В одном кейсе и в одном качестве. Я немного вот этого момента не понимаю со стороны тех, кто принимает вещи. Кому в голову пришло, что это хорошая идея. Подозреваю, что All Class именно это, а не тот. Честно, недоумеваю. Следующая Big Star. What the fuck? Извиняюсь. Это какой-то Elvis Presley vibe. На самом деле выглядит супер вычурно-богато. Даже как-то карикатурно, стереотипизировано. Я не знаю, как называть это слово. Но какие-то смешанные эмоции у меня вызываются. Когда я смотрю на это, я не знаю. Первое розовое качество. Control Patrol. Окей. На самом деле какой-то ищейка, детектив, стиль. И неужели на все классы? Неужто на все классы Macho Man 2.0? Ну, учитывая по очкам, опять же, да? Ладно. Это действительно розовое качество. Вот, окей. Больше сказать не могу. Прикольная шапка, прикольные очки. Но шапка, очки, шапка, очки. Где-то мы это видели. Шапка, очки. Все одно и то же. Дайте что-нибудь удивительное. Удивите меня. Камон. Следующее. Tuxedo Royal. Goddamn. Да, на спая слишком много уже этих косметиков и так далее. И тому подобное. И каждый раз они все лучше и лучше выходят. Но это же круто. Тут, походу, еще и штаны дополнительно меняются. Это что? Это сет на А. Рубашка. Б. Пальто. Бабочка. И штаны. И рукава. Вы что, прикалываетесь? Это прям вот 4-5 в одном. На самом деле супер-супер минималистично и аутентично выглядящий сет. Даже не сет, а один косметик. Следующее. Fire Marshal. Это не розовое. Не врите мне. Это не может быть розовым. Я думаю, что это розовое только по той причине, что они как-то странно раскидывают сет по качествам. То есть здесь у нас розовая шапка. Здесь у нас фиолетовые штанишки. И здесь у нас на тело. Я не знаю до конца, почему это делается и в чем прикол. Но, видимо, Valve как-то виднее, что так нужно делать. Но это не розовое качество, хоть и супер-качественно сделанный предмет. Да, масло масляное. Последнее из розового грейда Freeman's Fashion. И Freeman's Fashion, конечно, окей, ладно, окей. Тогда то, что выше, я уже догадываюсь. Hazardous Environment West. Заодно посмотрим тогда целый сет, ладно. Это тоже не красное, но учитывая, что мы разделяем сеты по... Да-да-да. Слушайте, Medic Freeman такое получается. Людвиг Freeman, и все. Нет, это супер-классно. То, что они вводят отсылки на свои же игры. Хотя и не сами делали эти предметы, но мы об этом вслух говорить не станем, да? Такое бы я хотел себе получить в качестве полноценного сета. Был уже такой на инженера, я подозреваю, еще во времена Creators TF, если помните подобное, да? Ну, окей. Окей, это годно. Вот это прям годно. Это лучшее, наверное, что есть в этом кейсе после маски MF Doom. И последнее. Bottler 2000. Что это может быть? Я не имею ни малейшего представления. Это компаньон, походу, который будет висеть у вас над плечом. А сколько лет мы не видели вообще подобную концепцию именно настоящего предмета, не вот этого вот Halloween Restricted, которые были до этого с ограничениями, только ношение на Halloween и по полнолуниям. На самом деле, это интересная идея. И знаете, почему конкретно? Потому что в этом обновлении есть карта Embargo. Это карта, где такие же ботики ездят и что-то мне раздают еду или что, я не помню. Но если их убить, там будет хилка. В целом, да, это kinda похоже, если вот так издалека-далека посмотреть на полноценное обновление связанное. Но только из одного косметика, я так говорить, не стану. Поэтому переходим к, наверное, unusual смешкам. Да, конечно, насмешкам. Постоянно забываю. Четыре новые насмешки. Первая из них это Canet для солдата. Я не знаю, на самом деле, что там будет. Давайте посмотрим. Зарезай, говорит, и показывает на мусорный бак. В целом, я большой фанат, на самом деле. Несмотря на то, что человек сам по себе не токсичный и не конфликтный, я обожаю саму идею того, что насмешка, она тебя выводит, она тебя бесит. Она для этого и нужна. Потому что все эти насмешки в последнее время выводимые, они просто идеально выполняют эту роль. И, я не знаю, отлично. Еще одна насмешка, которая буквально входит в натуру солдата. Подходит ему идеально. Он говорит тебе, ты мусор и полезай в эту корзину. Дальше. Cremator Scandalances. Я не уверен, как последнее слово читается. Давно его видел. Соболезнование поджигателя, будем так это называть. Да, тоже, тоже подходит. Вот, кстати, я только сейчас заметил обгоревший кусок, получается, вот здесь. Пачки салфеток. И в теории, да, цвет меняется. Даже в зависимости от команды. Все еще подходит под классификацию насмешки в виде насмешки, а не просто какой-то анимации. Поэтому, опять же, ничего сверхъестественного, особенного. Но оно должно тебя бесить. Именно призвано тебя бесить. Это мне нравится. Следующая. Straight Shooter Tutor. Очень много похожих насмешек на снайпера. Где он что-то достает, что-то пишет, что-то лепит. Такое ощущение. Но, опять же, еще одна насмешка с большой буквы. То есть, он говорит на снайпер на посмертной камере, что «Придурок, вот голова, стреляй сюда. Ты выставил меня куда-то в торс, когда я был под оверхиллом медика». Поэтому, опять же, в плане насмешечности, скажем так, 10 из 10. В плане анимации взял ли бы я себе? Вряд ли. И это, я подозреваю, последняя насмешка, классовая. Да. Unleashed Rage. Здесь наемники злятся. И, по-моему, я что-то видел, похоже, в мастерской. Помню, у Пира, он там прыгал, топал, вроде бы что-то. Да-да-да-да, тогда я точно видел, это абсолютно. У Хэви, по-моему, также неплохая анимация. Да, скорее всего. И это уже не насмешка с большой буквы, а то, как вы можете показывать, допустим, своим сокоманникам некое недовольство, скажем так, тем или иным действием. Я прям представляю, как, условно, за инженера вы хотите поставить диспак, и перед вами стоит спай, не знаю, на аптечке загораживает путь, и вы делаете насмешку, прекрасно. В принципе, солидный, скажем так, солидный набор. Три из четырех насмешки, действительно, с большой буквы. В плане они усмехаются над противником. И четвертая, просто хорошая, еще одна эмоция в эту бесконечную палитру, спектр последнего времени эмоций персонажей. Далее. Лайв-реакция. Ноуээ! Они добавили разделители для разных обновлений. Я невероятно рад. Это было ужасающее зрелище. За кадром выбирать unusual эффекты, не зная, тут даже гены, походу, разделены, не зная, что ты жмешь вообще и что происходит. А это мое невезучее место. Новые unusual эффекты. Это у нас Loyalist Cornet, я так понимаю. Это командный эффект. И пока что выглядит, как я не собираюсь задерживаться слишком долго на них, потому что их очень много. Это, мягко говоря, 18 штук. Три линии огня с небольшим таким бримом. И версия для синей команды. Честно. Опять же. Почему это мое невезучее место? Потому что я не люблю обозревать новые unusual эффекты. Они все чрезвычайно одинаковые, чрезвычайно бесформенные. И мне вообще нечего про них сказать. То есть, что это такое? Что я вижу? Некое нечто, какая-то субстанция. Что-то эфемерное максимально. Поэтому, наверное, окей. Но никаких эмоций это во мне не вызывает. Дальше. Следующий эффект. Night's Prideful Spirit. И то же самое, но белое. На самом деле, вот это уже чуть-чуть поинтереснее. Похоже на небольшую комиксную такую обводку. Лайнинг, что ли? Окей. Это то же самое, но белое. Дальше. Желтая вариация. Bronze. Cherished. Еще плэш. Что-то такое там было написано. Еще одно такое название. Я клянулась больше трех букв. Я не буду их вставлять в принципе. Произносить в принципе не буду. Тут, наверное, шутка в том, что капли падают неоднозначного цвета. Желтый странный эффект. Окей. Дальше. Это у нас Lure of the Deep. Да, кстати, ну не так плохо без шуток. Морской черт, как бы его не называли. Там я не знаю научного названия биологического. Но, тем не менее, это оригинально. А хоть что-то. Это командный эффект. Поэтому нас ждет еще одна версия для синей команды. А вот и она. И, опять же, эффект выглядит свежо, интересно. Добавляет три, как сказать, оси, допустим, на которых располагается эффект. Одна над вами, другая сзади, позади головы и по сторонам, типа, плавнички, как уши. В целом, интересно. Даже в какой-то степени летний эффект. Но, э, дальше. Violent Viridian. Окей. На этот момент я уже буду просто говорить почти то же самое, но чуть больше плавник и зеленая версия. Мне, правда, нечего вообще говорить касательно новых эффектов. Их 18, потому что цветов у них 46. Дальше. Magento Monstrum. То же самое, но фиолетовое. Rainbow Reverie. Окей. Во-первых, наконец-то что-то новое. Во-вторых, эффект как будто от линзы, на которую попало солнце. И это неплохой эффект, на самом-то деле. Неплохой эффект, но проблема лишь в том, что мне нечего про него сказать. Представьте, если бы я обозревал сейчас яркую плазму. Что бы я мог про нее сказать? Что я могу сказать про это? Прикольно. Цветасто. Дальше. Следующее. Cuban Smoke. И на самом деле это самое близкое к unusual эффекту. С большой буквы, что я видел вообще за ближайшее время. Однако все равно вот эта вот спираль некая, крутящаяся. Что? Простенький, но со вкусом, не вычурный. Это первый пока что за долгие годы последний, который такой хорошо сделанный, правда. Нэй! Это реально моя первая реакция только что. Нет. Нет! Мгм. Это Melting Mohawk. Я уже даже не помню, сказал я или нет. Это лучший эффект, который я видел вообще с 15-го года. За 9 лет игры это лучший эффект. В комментариях даже не смейте оспаривать. Картунешный такой огонь, мультяшный, в 24 примерно кадра в секунду. Я не знаю, что я буду делать за такую шапку, но там явно неприличные вещи. И знаете, что самое страшное? Там еще для синей команды есть вариации. Боже мой! Я ленивый, поэтому я не найду вам точно момента на стриме, когда смотрели мы вообще, что изначально может попасть в обновление, где мы видели этот эффект. И я такой, ребят, не прикалывайтесь, это 100% не будет введено, потому что это слишком хорошо. И это, черт возьми, слишком хорошо. И это ввели. И у меня сейчас очень много вопросов. Да, он не идет наверх этот огонь, но черт возьми, это первое, что-то отдаленно напоминающее, даже лучше, чем некоторые unusual эффекты, сделанные Valve. Жалко, очень жалко, что он не может быть распространен на старой шапке, но тем не менее, он нужен мне, бесшуточно нужен. Скотч скалп. С одной почкой действительно можно прожить, я думаю, потому что, если есть зеленая версия. Что-то в моей голове за долгие годы обзоров подсказывает, что дальше нас ждет. Ignited Crest. Это, это отвал всего примерно. Фиолетовый огонь. Это самое близкое, что на данный момент мы имели к эффекту моей личной мечты. Фиолетовый огонь, который в мастерской там уже миллиард лет висит, тот же самый Burning Flames, но при этом темного цвета. Честно, я думал, что фиолетовый будет выглядеть куда более так, ну, скажем так, непредельно, но anyway, это очень-очень хороший эффект. Тем не менее, моим фаворитом является за красную команду самый первый. Но это тоже, это у... У меня мозги взрываются, я не верю в то, что я вижу в плане... Не шуточно, я считаю это самым лучшим эффектом за последние годы. Годы просто. Это эффект Rare Shine. И, ну, блин, извините, по сравнению с предыдущими, поймите правильно, это тоже хороший эффект, без шуток, то есть наподобие Valve. В кои-то веки, то есть, мы получаем нечто не в непонятных форм, а что-то более-менее такое минималистичное, красивенькое, не кричащее. Я не южал. Даже Rare Shine хорошо выглядит, честно. Даже на фоне предыдущих. Следующий Distant Drift. Я так понимаю, это уже командный, скорее всего. И такой тоже довольно спокойный, он еще и объемный относительно, то есть, он вылетает за голову персонажа. Окей. Он даже несколько напоминает сияние от пользы сообществу, чем-то отдаленно, но да, не вычурный, не пошлый. Unusual effect. В кои-то веки мы начали получать что-то похожее на адекватность. И вторая его версия для красной, наверное, команды. Нет, все-таки я был прав. То было для красной команды, это для синей я не до конца вижу разницу. Потому что там очень-очень маленькая разница в оттенке. И это все еще хороший эффект. Простой, хороший, с целью справляется Unusual effect. Почему нет? Прекрасно, двигаем дальше. Это Warp Drive. И what the hell? Я не знаю, напоминает Sept, очень сильный эффект. Я вспомнил хоть один эффект, который был до этого, потому что он у меня был, будем откровенно так бы не запомнил. Что-то эфемерное, но на самом деле нормально выглядит. Я фанат, конечно, более спокойных эффектов. Лично. За себя говорю, опять же, весь этот обзор, это мое мнение. Это не призыв к действию или там энциклопедия, по которой стоит потом все это смотреть. Нет, я просто говорю, нравится или нет. Слишком плавный. Некоторые удивятся, мол, в смысле, как бы, да, но прям 60 фпс. Такой гипнотизирующий, но неплохой, наверное. Тот же самый эффект, но слегка золотистый. Overdrive называется. Не знаю, отсылка это на гитарные усилки и так далее или нет, потому что похоже на то, даже по волнам звука как будто бы. Но да, что-то в этом есть однозначно. Какой-то, знаете, такой футуристичный стимпанковский Sunbeams, если уж на то пошло. И интересный, может быть, чутка перегруженный, но шутка про Overdrive, извините. Как бы, кто понял, тот понял. Butterfly Season, сезон бубочек для красной команды и мега простой в последнее время, особенно учитывая, какие эффекты. И реально летний эффект. Летний эффект в летнем кейсе. Не какой-то эфемерный, а какие-то бабуськи летают. Прекрасно, для синей команды какой. Очень простой, эффективный. Эффектный ли? Вопрос другой. Ну, тут как бы каждый сам для себя решит, я думаю. Но в целом, да, почему бы и нет. Как бы, я еще шапку такую подобрал, прям очень хорошо подходит. Супер дешево будет доступный, поэтому, если кому-то нравится, я рад за вас. Это эффект Psychedelic через слэш-тира и, ну, как бы, как сказать так, помягче. Сирена Люмин, только с ромашками. Дальше. Последний эффект, наконец-то. Это Феечки Винкс, в смысле Bewitching Bugs или что-то такое. Я еще сюда выведу, потому что название придумывают прикористые, я подозреваю. Я правда считаю, что это Феечки Винкс, и меня сложно переубедить, поэтому, ну, пускай будет, наверное, но это супер странно выглядит. Это ужасный эффект. Я не знаю, почему, я не знаю, почему он такой плохой, я не могу понять даже. То ли из этого шлейфа гигантского, просто не исчезающего полтора десятилетия, из, не знаю, звездочек, что это добро, это точно не тот эффект, который я бы хотел когда-либо увидеть в игре, поэтому, слава богу, это последний эффект. Я не знаю, что там дальше. Бери слово, будущее. Начнем с самого интересного. Трех карт, Чопик Крайзис, первый из которых является эмбарго режима сопровождения, пожалуй, самая значимая из всех карт обновления. Мало того, что необычные сеттинг карты с латинскими улочками, двумя харизматичными администраторами вместо стандартной Хелен, и огромное казино моментально бросается в глаза, так еще и сама игра и анимации карты не оставят никого равнодушными. Кастомная анимация приземления вертолета, роботы-помощники, при разрушении которых проигрывается специальная реплика анонсера, сама задумка карты как бы намекает на то, что она должна была стать частью чего-то большего, чем обычное летнее обновление, но, увы, ожидаемо этого не произошло. Так или иначе, эмбарго, может быть, и является аттракционом на пару раз, но этот самый аттракцион выполнен просто невероятно качественно, и мне очень жаль, что весь вложенный в Чопик Крайзис лор канул в небытие, однако лучше так, чем вообще никак. Вторая карта этого же обновления от сообщества, экзотичная, но очень лаконичная Качоэйра, играемая в режиме Царь Горы. Тут тебе и знакомый вертолёт, лопасти которого лучше не проверять на прочность, к слову, сумасшедший, как для карты ТФ2 уровень внимания к деталям, и Бразилии, находящийся в настолько же забытом уголке карты, как и сама идея обновления сообщества. Крайне простая, но интересная для игры карта, созданная для интенсивных боёв за контрольную точку под красочные виды тропических окрестностей. Ну и, наконец, третья карта, Tropic Crisis, полулегендарный Overgrown, играемый в режиме захвата контрольных точек. Сотворённая ещё в 2015 году создателем десятка отличных карт от сообщества UEAK Crash, карта не только выдержала проверку временем, но и по сей день выглядит просто потрясающе, да и играется ровно так же. Представляя из себя заросшую растительностью южноамериканскую курортную виллу, карта радует глаз не только насыщенными солнечными оттенками и обилием флоры, но и весьма интенсивным геймплеем, который не раз был проверен сообществом, так как карта становилась частью ни одного сервера от сообщества за последние 9 лет своего существования. Другой картой, набравшей за последнее время солидное количество голосов от сообщества, стала Odyssey, режима сопровождения. С этим карты — греческие руины, находящиеся рядом с мраморным карьером на отдалённом острове. Целью команды синих является огромная машина для резки мрамора с вращающейся пилой, которая при резке вагонетки на последней точке самоуничтожается. Цель красных — предотвратить эту диверсию. Сказать, что карта живописна, ничего не сказать. Пулл карт обновления действительно как будто погружает игрока в курортную и экзотическую обстановку, раз из раза не переставая удивлять креативностью своих создателей. Плавный переход от исторических руин сопровождается интересной деталью. Путь вагонетки никогда не меняет своего вертикального направления, и толкать её придётся только вниз, что ставит команду атакующих в опасное положение, в свою очередь открывая интересные возможности для вертикального геймплея с высот красной команде. Говоря об экзотических тропиках, карта Megaton, играемая в режиме Царь Горы, готова похвастаться не только диковинными домиками с соломенной крышей, но и чрезвычайной открытостью, дающей свободу самым смелым тактикам, а также обилием воды вокруг маленького острова, на котором и придётся сражаться командам. Крыши домиков открыты для игры снайперов, а в целом карта геймплея насильно напоминает некий гибрид Harvest и High Pass, поэтому долго стоять на месте и выцеливать врага не получится. Сам лейаут карты заставит вас двигаться и двигаться быстро. Следующая карта Heidel, играемая в режиме «Захват контрольных точек», действие которой разворачивается на строящемся подводном исследовательском комплексе. Карта, куда более клаустрофобная и менее располагающая к свободной игре, чем предыдущая, и даже несмотря на интересные решения в игре со светом, создающие местами видимость нахождения комплекса под водой для того, чтобы разобраться в нём, игроку потребуется некоторое время. Следующая карта Applejack режима, «Неожиданно захват флага», расположенная в красочном и уютном яблоневом саду, являющимся прикрытием для боеголовок красный и синий команд. Сами здания команд, как и вся карта, выполнены в стиле, отдающем дань классической стилистике Valve. Здания синих индустриальны, а красных идеально вписываются в фермерскую стилистику, целиком и полностью выполненную из натуральных материалов. Несмотря на свою пёстрость, симметричная Applejack умело разграничена для облегчения видимости противника и его зоны на поле боя. Красные и зелёные осенние деревья и яблоки прекрасно играют роль целеуказателей, от которых невозможно оторвать взгляд. Следующая карта обновления, вдохновлённая эстетикой Half-Life и Quake, Atom Smash, играемая в режиме Истребление. Цель игроков доставить капсулы с Австралием, собранные с убитых противников, к радиоактивному австралиевому ядру в центре карты, которая становится доступна лишь время от времени под циничные и выверенные фразы нового анонсера, учёного, чертовски напоминающего по стилю речи работника Блэкмеза. И если вам кажется, что тут вы могли бы собирать по запчастям Франкенштейна, совершенно правы, ведь рискином, а точнее оригиналом этой хэллоуинской карты Atom Smash и является. Предпоследняя карта обновления, Canaveral, отсылающая ко временам космической гонки и играемая в режиме контрольных точек в количестве пяти. Красный и синий соревнуются за запуск ракеты на Луну, но для этого им необходимо захватить стартовую площадку и диспетчерскую. Помимо пропа ракеты на центральной точке, карта не готова похвастаться ничем примечательным по сравнению с другими, а её геймплей чем-то напоминает мне Пауэрхаус, тем не менее, не самая плохая карта и наверняка найдёт своего любителя. И, наконец, финальная карта обновления, самая настоящая изюминка на летнем торте Бергхаусен, играемая барабанная дробь в режиме Средневековья. Вторая, если не считать хэллоуинскую Сент Кэссл, карта режима с 2010 года. Третью такими темпами можем ждать где-то к 2038-му, как я понимаю. Мало того, что Средневековье, так ещё и сразу же с новым для режима под режимом Захват точек. Карта разделена на три простых по своей сути этапа, после каждого из которых происходит смена раунда. Сделано это для замедления темпа турбораундов на классическом Дегрут или нет, неизвестно, но сама задумка карты чертовски сильно похожа на доведение до ума и полноценную реализацию зародыша Дегрут Кип, найденного в недавнем сливе файлов игры, даже несмотря на то, что Бергхаусен была сделана изначально в 2015 году и не менялась с 2016. Так или иначе, несмотря на свою внешнюю и внутреннюю простоту, искренне поздравляю всех любителей режима средневековья, да и что уж таить, сам не ожидал от разработчиков такого сюрприза после 14 лет забвения режима. Помимо всего этого, разработчики внесли просто тонну мелких фиксов, начинающихся от исправления нерабочих звуков во время насмешек и исправления ротации карт и вплоть до, пожалуй, самого мемного изменения за последние годы. Кто-то из разработчиков обладает отличным чувством юмора и решил, что если сообщество хочет изменений оружия, они это нам дадут, добавив неоновому аннигилятору возможность наносить криты по врагам облитым газом из запасного бака. Чтобы вы понимали, мне пришлось гуглить название запасной бак, о применимости этой комбинации в игре, я думаю, лучше вообще промолчать. Но и от меня лично огромное спасибо за новую функцию в настройках, позволяющую отключить кастомные декали на предметах игроков, будь то идейный уклонист или косметики, на которые можно наносить свои изображения. Мой канал и я прожали бы настройку дважды, будь такая возможность. В остальном же, кажется, это всё, но обновление в этом году ощущается как-то цельнее и масштабнее, чем предыдущее, даже несмотря на то, что контента мы получили кратно меньше. Возможно, сыграло хоть сколько-то общая тематика карт или разнообразие игровых режимов, возможно, не самые ужасные косметики или парочка очень даже хороших эффектов необычного типа. В любом случае, хорошее обновление вышло или нет, решать каждому индивидуально. Если хотите, можете поделиться своим мнением в комментариях. А пока что благодарю всех спонсоров на бусте и донатеров на стримах. Спасибо огромное за просмотр. Ссылки на группу в Steam и Telegram в описании. Всем удачи и до связи.